Бить по мячу в падении через себя, делать подкаты и разыгрывать комбинации, достойные великих футбольных клубов. В Хабаровске всем этим могут заниматься подростки. В 24-й школе в районе улицы Флегонтово открыли стадион с современным искусственным покрытием. В чем еще особенности нового поля, расскажет наш главный футбольный корреспондент Павел Огошин. Футбольные команды еще не вышли на поле, а группа поддержки вовсю заводит зрителей. Сегодня для 24-й школы историческое событие. Здесь открывают новый стадион с современным покрытием. Чемпионов будут растить в достойных условиях. Как и положено в таких случаях, на торжественную церемонию пригласили важных гостей. Право первого паса у мэра Хабаровска. Игра начинается. Матч на этом поле анонсировали в течение нескольких дней. Ученики 24-й школы пришли поболеть за своих. Противостоит хозяевам поля команда одной из воинских частей Хабаровска. Военные старались изо всех сил, но эту футбольную баталию они проиграли. Школьники сыграли на твердую пятерку. Во время матча творили настоящую красоту. На этом стадионе смогут играть не только школьники, но и жители близ стоящих домов. Здесь они смогут поднять свой уровень, ведь это покрытие отлично подходит для оттачивания футбольных навыков. Новый стадион появился благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Заниматься на новой спортивной площадке будут не только футболисты. В холода Ирина простаивать не будет. Зимой можно на это искусственное покрытие заливать воду и использовать стадион как игры в хоккей с мячом или просто кататься на коньках. Именно благодаря национальной программе в Хабаровске реализуются такие мероприятия. С помощью того же федерального проекта на территории 24-й школы оборудовали легкоатлетические дорожки и установили тренажеры. Для удобства поставили и раздевалки. Теперь ученики после занятий будут не пальцы с помощью смартфонов разминать, а улучшать свои спортивные результаты. Спорт, так скажем, это жизнь. Лучше заниматься спортом, чем просто сидеть и ничего не делать в телефоне. Поддерживать себя, свое тело, свою фигуру. Вообще мне понравилось, как сделали, все хорошо. Раздевалки – это очень круто. Поле с покрытием – это то, чего не хватало. Этот современный физкультурно-оздоровительный комплекс в том числе позволит школьникам подготовиться к сдаче норм ГТО и заработать дополнительные баллы для поступления в ВУЗ. Павел Игошин, Евгений Власов. Смотри Хабаровск. В Хабаровске широкий простор для занятий спортом. Помимо нового комплекса, о котором речь шла в сюжете, в городе более 1200 спортивных сооружений, свыше 300 из них муниципальные. Продолжение следует...